Кто же победит на первой карте, ребят? IG. IG мне тоже больше нравится. Невзирая на коэффициенты от нашего партнера 1xbet. Четверка. Мы не знаем, кто победит. Мы говорим, у кого драфт лучше. Интересно, что здесь будет Титан пятерка, четверка Фурион. Ну вот все-таки Титан пятерка, да? Это да. Да. Аналитики сделали свой выбор, сделали свой прогноз. А мы передаем слово нашим комментаторам. Антон Фоливер. Квизи, вам слово. Ну что, наконец-то дождались. Китайский регион. 10 утра. И мы залетаем на первую карту IG против Ройлного Гива. Финал чай на квалификации. Да, мне всегда кажется, когда называют Антона, что у нас здесь есть какой-то третий неведомый комментатор. Ну да ладно. Да, действительно, две очень интересных команды. IG вчера удивили, выиграли. С счетом 2-0 очень уверенно у команды E-Home. Так мы и не выяснили. Они были не заинтересованы, они не практиковались. Или же IG действительно настолько крутые. И сейчас у них серьезный соперник. И это будет здорово. Ну смотри, они уже обыграли участника Минора, то есть команду E-Home. И сейчас играют против участника Мейджора. И если они справятся с Ройлного Гива, я уж не знаю. IG будут уж очень крутые в китайском регионе. Если они обыграют подряд таких вот жестких фаворитов, это будет очень интересно. Наши аналитики отдали им предпочтение, поэтому это вдвойне интересно сейчас наблюдать за этой картой. В качестве андердогов IG подходят уже ко второй серии подряд. Хотя против Ройл тоже мало кто их ставил в фавориты. Там, наверное, была примерно равная ситуация по коэффициентам. Ну и вторая игра для них в качестве аутсайдеров. Посмотрим, как они справятся. Да, действительно. Что ж, раннее утро, выходной день. Я думаю, что сейчас будут люди подтягиваться, с интересом будут следить за этим противостоянием. Ну и мы наверняка совсем скоро будем переходить непосредственно к игре. А вот игра. Здорово. Кстати говоря, 10 карт подряд у IG уже винстрик. Не знаю, насколько хорошо Ройл Неваги вап справляется. Но вот что касается побед от IG, они в этом патче уж очень уверены. Ройл Неваги вап, по-моему, после квалификации на мажор так и не играли нигде. Наверное, отдыхали или там играли кавешки. Готовились к предстоящему мейджору. Уже в конце июня будут играть. Ой-ой-ой, сейчас классно выходят на JT. Он попытался себя настакать ритериейтов под вышкой, но прочитали этот муф РНГ и будут его, кажется, здесь фармить. И, правда, с ВН рядом неплохо. Джакиро тоже подходит. Классный строк, а фейт-то вот грим строка. Очень больно выдает по монету и сетцию. И неплохо так тут разменялись по хп еще. И такие вот драки у нас 5 на 5 на первой же минуте до игры еще. Интересно. Да, единственный вот этот момент с Кентавром. Я почему-то всегда удивляюсь, потому что полосок здоровья у вышек по факту до выхода крипов нет. Но все равно, видимо, этот муф работает и вышка все равно дамажится. Да нет, тут суть даже не в том, чтобы вышку продамажить. Или просто стаки вот пробиваются. Для того, чтобы в начале крипов нормально подобивать. Ну, такой бонус достаточно вкусный. Все. На халяву. Принял. И вот вчера, если опираться на игры IG, мне больше всего запомнились, наверное, Эмо как мидер. И получается... Дай-ка вспомнить, кто же там. Дудл? Керри? Нет, нет, нет. Они играли с Виспом. Я точно помню. Они в целом просто хорошо провели лайн. Но мне другую... А, вот GT. Все, вспомнил. Который у нас на Сент-Кинге очень жестко рассекал. Троечка, троечка. Действительно заехал на третью позицию GT, хотя вообще основная позиция для этого игрока это единичка. Он в команде Минески играл именно на коре. Вот. И, по-моему, за всю карьеру он впервые садится на третью позицию. Вот сейчас вот. Довольно-таки интересно. Он сразу же начинает уверенно себя чувствовать на этой позиции. Я, насколько помню, это у нас на сегодня второй конкретно Корсвен, который будет фармить, если я ничего не пропустил в прошедшей серии буквально только что в Азии между Эвос и Неон. Там был, там был Корсвен. Не очень успешный, но все же был. Ага, то есть уже ему сегодня статистику основательно подпортили. Ну, тут интересный герой. Есть замедла очень много ОЕ способностей. Есть Кентауэр со Стампидом. Правда, игра против Морфа и также довольно прытких или довольно сложных героев. Скорее, меня вот радует появление Элдор Титана. Я не так часто видел его. Я знаю, что китайские команды прежде, скажем так, одними из... Одними из первых начали его пикать или от чем-то? Ну, даже не то чтобы одними из первых, а, наверное, те, кто чаще всего его использовал и полностью раскрыли его потенциал. Вот у меня такая аналогия больше всего проскакивает. Ну, действительно круто, потому что он режет армор, у него классные способности. Он может дать хорошую позицию для нападения своим тиммейтам благодаря сну, причем по нескольким героям. Очень классно, по идее, дефает вышки или заставляет противника разбегаться в разные стороны. После чего, вроде как, отдельно взятый таргет и фокусить вполне удобно. С одной стороны, здесь Свен, конечно, крут, учитывая то, что у него бёрст дэмэдж и против Тайтхантера это то, что нужно. То есть, за буквально несколько ударов его вырезать. Весь периодический урон Тайтхантер в основном доджит и быстренько сбрасывает с себя всякие неприятные дизейблы. А вот критический урон Свена в лейте Тайтхантер переживать не должен. Там три удара, один из них крит и это минус герой, если у него не будет много артефактов на армор. Вот, но с другой стороны есть тот же Морфлинг, который не так уж и сильно боится Свена. У него много физического армора, плюс возможность перевратиться в Свена, выдать себе Варкрай и иметь в наличии также подстанчик. Так, сетсу против Эмма на центральной. Ой, там Курьер подрезан. Это отличная работа от Фуриона. Хорош лан Эмм, сразу же упрощает немножечко центральную линию своему паку. Он доволен, а вот Эмма остаётся без нулика, кажется, или что там ему в этом Курьере ехало. Непонятно, фласка, возможно? Ну, в общем, не буду уточнять, наверняка не знаю, но мне почему-то кажется, что вот очень милый пак, по идее, может выиграть свой лайн и, по идее, даже обставить Шторма, но тут пока всё очень даже ровно. На нижней линии нападают на Марфа, играет Шифтолмонат, но хватает урона, это Ферсблад. Для Кентавра это GT. Прогоняет Титана, здорово начинает для себя эту нижнюю линию. Комбинация Гримстрок плюс Кентавр не должны так жёстко прям Марфа уничтожать, у него всё-таки вейформа есть, но пока что левел 2 у него там всего лишь, да, и сложно-сложно справляться. По-моему, пустой вообще Курьер был, он, скорее всего, притащил Боттл и возвращался уже на базу. Я так понимаю, по таймингам примерно должен был быть пуст. Да, ну он же вроде как по игре, когда Курьер умирает, там типа показываются артефакты. Да, я вот не заметил, да, по-моему, ничего там не было. Ну там, да, пустота была. А, ну всё, тогда окей. На этом не будем зацикливаться. Вернулся обратно. Морфлинг, ну, поддержка в виде Элдор Титана вроде бы логична, поставили мили героя, так как сам анранжевой, на топе тоже пытаются таким образом сдерживать баланс между Фурионом саппортом и Тайтхантером и Фойнером, насколько я понимаю. Логично. Ну, то есть я к тому, что не стоит здесь Фурион, хотя, наверное, третьим он внезапно может как-то подъехать и там закрыть с прутами Кентавра попробовать, хотя у него есть топорик, этому вероятно. Тем временем, кстати, Пак убивает Шторма, но кажется не один, а один. Я вижу Джекира. Поддержка от Фуриона, опять-таки, Ланэм сюда прилетел. Ну, второй раз он уже помогает Паку, первый раз убил Курьера, теперь убивает и Шторм Спирита. Круто. Ну, вот я говорил, у меня такая стойкая ассоциация, но я тут не совсем справедлив, потому что саппорт влиял на это убийство. Может, правда, появится рекап, и вдруг мы там увидим, знаешь, убийство до перетяжки саппорта. Вавод, кстати, да, помогает Фурион, есть от него несколько ударов, ну и не совсем честное нападение. Эмман, кстати, зачем-то решил развернуться и подраться с ними, хотя у него была ветка, мог бы еще посадить позади себя, возможно, уже, не знаю, не хотел он бежать пешком на базу и специально развернулся под фидел. Такое ощущение у меня складывается. Просто решил вернуться уже фуловый на линию, да, отдать убийство, но при этом продолжить фармить и получать экспириенс, вместо того, чтобы бегать на базу очень долго и много времени тратить на это. Сверху пробивает неплохо Флайби, очень больно этому тейт-хантеру, но сюда уже снова прилетает Ланэм. Как же круто он действует на этой карте, и это будет убийство, кажется, на Свене, хотя... А, да, Сван погибает от вышки. Но он, кажется, не сразу сообразил, что ему нужно прорубать деревья и выбираться наружу. Хотя, сперва, когда были поставлены спорты, мне показалось, что у него вовсе топорика нет, и он беспомощен в этом моменте. Руны Баунти достаются, кажется, целых три команде. Хотя нет, вру, по две руны для каждой команды. Ну ахуй здесь должны убивать? Очень больно бьет Кентавер. И еще один фраг для JT снизу. Вот так вот решаем проблемы. Кентавер показывает сейчас, кстати, классный ласт-хит, плюс два фрага, и у него уже первое место по общей ценности, как мы видим на пятой минуте. Пока рановато, наверное, за этим графиком следить, но все же уже отрывается пак, и сильно там отстал от общей стаи Таид Хантер, по-моему. Да, у него сверху не так все хорошо, Ланэм, а пытаются пробить, опять же, стан Дудл выкинул зачем-то, и Ланэм улетает отсюда легко. Наверное, стоило начинать замедление. Судя по количеству денаев на паке, есть шанс, что быстрее он получит шестое, а значит, неминуемо нападение еще до шестого уровня на Шторме. Да, и как раз без ультимейта Шторм спастись вряд ли сможет. Но он уже прекрасно это понимает, поэтому уходит в лес, и, наверное, подставляться не должен. Там Титан снизу будет чекать руну, но она появляется... Да, снизу волшебство для пака, приятно в Боттл должен себе его забирать, но тут здесь токфайт, и будет отжимать эту руну, заставит Ахву ее использовать. Вниз, вроде как, смысл особо выйти нету. На центре опять попробовать можно помочь, но я смотрю, что Шторма уже появился, шестой свой, она опять зажимает в прутах, пробивает Ланэм, пол хп потеряно, приходится тратить стики Варкрай, который, к слову, тоже очень быстро падает. Да, рейдропы, кстати, себе Дудл купил, поэтому должен как-то терпеть. Вот они рейдропы сработали, но с Томп все равно залетел. Тут уже Ланэм пришел втроем, закрывают ему в Миде даже. Не успел он вылететь отсюда. А он вообще даже не пытался. Не работает, не работает был Лайтинг, сколько я понимаю. Да, это же, я понял, это механика одна из последних добавленных. Ловушечка. Что-то я совсем про нее подзабыл. Это, кстати, очень крутой, по сути, контрпик. Леш, по-моему, дебаф называется. Да, да, да. Ошейник, по-моему, в русской версии Доты. Даже так, благо я русской версии Доты не пользуюсь, это, по-моему, суперсложно. Там, особенно, когда патчи выходят, очень часто не добавляют своевременной информации, и потом читаешь какой-то бред. Поэтому играйте на свой страх и рис на русском языке. Ну, то есть, это никакая не провокация, естественно. Я к тому, что если вы хотите знать точную инфу, английский клиент вам в помощь. Это точно. Или просто патч наута читаете. Но тоже не на русском языке. Особенно не в момент релиза патча. Это очень смешно. Кстати, я как-то, по-моему, на Сайберспорте после выхода читал патч наут последнего патча. Шок-контент был. Никто не проверял, что написали. Хорошо. Тысяча золота, небольшое преимущество за РНГ и имелось. Ну и, в общем-то... Ну, там неплохо так фармит СВН сверху, поэтому преимущество так потихонечку-потихонечку падает. Ой, что это, Сайленс в крипа? Ошибается, так файтс. Видимо, не выспался. Хотя в Китае сейчас уже вечер, часов в шесть, наверное. Ну, может, наоборот, сонный. Возможно. Слишком рано встал. Ну, это ерунда. Подумаешь, крипа. Может быть, это какое-то неспортивное поведение, и вот настолько Айджи уверены в своих силах, что готовы Сайленс раскидывать по крипам. Кто их знает? Кто их знает? Кто их знает этих китайцев? Не знаю, как они хорошо вообще взаимодействуют друг с другом. Как у них отношения складываются вообще между командами. Они же потенциально могут являться, скажем так, не то чтобы конкурентами, а кто-то из этих игроков может являться потенциальным игроком там в будущем ростера, потому что будут какие-то замены, мало ли. И, наверное, вот это тоже любопытно. Как они вообще к этому относятся? Когда кого-то пытаются, знаешь, с другого ростера к ним присунуть, какие-то происходят изменения. Даже не знаю. Ну, вообще довольно-таки плотно пока что, ровненько у нас игра продвигается, девятая минута. И не сказать, что Айджи прям андердоги, какие-то в этой встречи. Вот я часто такое замечаю, что когда команда там на каких-то квалификациях, так, погодите-ка, снизу, атака на GT, он успевает нажать стампид, но все же его дремкоилом закрывают. И он должен жить. Тут стамп от Ахфу залетает по двум героям. Неплохо. Есть время отбежать. Шторм спирит, правда, под Иксвелтом будет залетать сейчас в троих. Отличный взрыв, но спрятался пак. Здорово, хорошая реакция. Ахфу, кажется, не спасти. Да, и по сверху падает. Манет успевает отойти от стана. Но вот Ланема зацепили, и Фуриона должны разбирать здесь на запчасти. Шторм еще один удар. Дабл килл для Оли. Дальше атака за паком. Он там попытался убить GT, но у него не получилось. В итоге сейчас придется самому как-то отсюда убегать. И есть по нему дэмэдж. Еще одна арба. Пак пытается перепрыгнуть и убежать. Но здесь уже встречает его GT. Есть фэрифайр, но дабл Эйдж его прикончил. Киллинг спирит для GT. Морфе его уже добивать не должен. Ловит 8 пасс. Сверху Шторм спирит, его готов пробивать. Эту драку уже, по идее, должны заканчивать. Айджи отсюда отступать на святыню. Хотя, стоп, вот инстомп. Ну, не-не-не. Все, уже нечем-нечем ловить Шторма и убивать его тоже. Ресурсов не осталось. Да, довольно долгая драка. Успел обратно выйти из таверны Элдорки. Там вернуться на лайн. И Кентавр довольно агрессивно, при этом уверенно сыграл, когда ловил пака, понимая, что довольно битый. Ну, и паку фэрифайр в том моменте также не помог. Да, так вот, насчет того, что игра ровная. И, казалось бы, Ройл на выгивап команда, которая прошла на мажор. То есть, условно, тир-1 команда в этом регионе. Так, Десетсу поймали. Опять же, не дают мне даже немножко подрассказать про этот регион. Ну, очень активная игра и убивают пака. Вот, Айджи, по сути, ну, вот если брать по тем моментам, где они играли в этом сезоне, это один лан, на котором они заняли четвертое место. Это Мумбаи. И все. То есть, они даже ни на один минор не прошли в этом сезоне. Команда, грубо говоря, ну, если смотреть по результатам этого сезона, тир-3. То есть, тир-3 команда против жесткой тир-1, которые играют на мажоре, на эпицентре. Ну, и они выглядят очень серьезно сейчас. Вот это и, в принципе, то, что доказывает такую высокую конкуренцию в китайском регионе, что даже тир-3 команды готовы сражаться с тир-1. Там разница минимальная в уровне. То есть, кто-то вырывается в какой-то момент чуть вперед, забирает слот себе на мажор, и он уже такой, казалось бы, на коне, крутой. Но вот в сражении 1 на 1, в каком-то другом патче, возможно, через пару дней, он уже выглядит не так уж уверенно. То есть, где-то повезло, а сейчас уже так легко не справляются РНЖ. Как это было на квалификациях на эпицентре. Возможно, мотивация другая. Опять же, и Хом тоже вчера удивили меня своей безалаберной и какой-то не очень стабильной игрой. Возможно, новый патч сказался. Возможно, отсутствие мотивации непонятно. Посмотрим уже через 2 недели на миноре, что они покажут. Я думаю, там будет все точно понятно с этой командой, как они будут играть. А здесь Смоук, IG втроем, через Шторман выдвигается вниз. Смотри, поймали на сканы, об этом должны РНЖ сейчас понимать. У них там стоит вард. Вот сейчас под этим вардом вроде бы кто-то должен был проходить, но никого нет, и они не считают, по-моему, этот ганг. Опять-таки, Ингсвелл, как же круто это все комбинирует сейчас. IG, это просто гениально. Шторм залетает, сразу же взрывается Ингсвелл, сверху Вортекс, и это минус Ахфу моментально. Любой герой, на самом деле, от такой атаки должен погибать. Наверное, кроме Пака, у которого есть возможность убежать. Да, все рассчитали, совершили нападение, достигли убийства. Правда, смотри, потеряли героя, но с другой стороны сносят вышку. И это, кажется, гораздо больше дивидендов приносит. Да, правда, все еще Свен на фрифарме, и вот он намекает, или скорее напоминает о себе покупкой Нидоса. Деньги у него будут, это не проблема. И по-прежнему пока не нуждается команда в его помощи. Он себе там спокойно фармит на топе, зарабатывает деньги, в то время как вроде Морфлинг очень часто с своей командой вынужден находиться, чтобы их нападения были в целом успешными. Опять через Ингсвелл нападение. Это очень больно. Фу, стики, последние запасы маны, и тут все-таки мисс не прокает, а фу, погибает. Ну, кстати, скоро 10, интересно, возьмет ли он дополнительный урон с оверлода, или же отдаст предпочтение ман Регену. Вот, учитывая, что Шторм это очень манозависимый герой, талант на ман Реген, как мне кажется, вообще must-have, но некоторые следуют абсолютно другой логике. Ну, есть такой момент, что нужно забертать героя, быстро его убить. В этом плане оверлод будет поприятнее. Я думаю, что здесь Шторм тоже должен выбрать себе именно этот талант. Чтобы влетать, быстро фокусить персонажа, и не оставлять ему шансов как-то подсейвиться, убежать, задержать, возможно, это убийство, чтобы тиммейты успели подойти. Разрывает сейчас Дудл Дримкоил, быстренько отсюда убегает, еще и стампит сверху в этом тоже. Помогает, и все, Дудла не зацепить, он слишком далеко. Круто работают скиллы IG против таких вот врывов от пака. Чтобы этого не делали, нужен еще и реведж сверху. Да, ну и не рвал Дримкоил, точнее, не давали стампить сразу абсолютно. Дождались момента, когда закончится стан. Тоже приятная такая особенность. Да, очень грамотно все делают IG. Лидерство есть по-прежнему небольшое. Мне вообще нравится, как IG вот после этого патча проснулись. Такое ощущение, будто у них плюс миллион мотивации попасть на International и пройти как раз-таки квалификации. Потому что, ну, такие тир-один команды LGD, Vichy и Home, получается, да, тоже имеют шансы попасть уже на International через DPC-поинты. А в закрытых квалификациях на INT будет уж не так сильно, не так много сильных команд. И IG могут довольно-таки серьезно там постражаться. И я уже вижу, как они готовятся. Вот, начиная с нового патча. 10 карт подряд они не проигрывают в китайском регионе. Там против Nubi, против Sirius они всех разваливают на локальном турнире JBO. Такой китайский онлайн. Да, действительно. Но вообще, вот что касается IG, я насколько в курсе. Ростер в LOL выиграл чемпионат мира. И, скажем так, в одной дисциплине организации все было очень здорово. И, наверное, на Dota просто в какой-то момент забили. Но это хорошо, что ребята подают признаки жизни. Видимо, они тоже хотят радовать своего, скажем, хозяина. Ну, в первую очередь, наверное, я бы думал о самом себе и своем будущем. И о том, что... Чего я хочу. То есть просто играть в команде, играть в локальные турниры в Китае, это, конечно, здорово. Но я думаю, что это не то, чего хочет какой-то игрок, которого есть действительно потенциал. Поэтому все свои силы, естественно, нужно направить. И самое крутое, когда находятся 5 игроков, которые мыслят примерно идентичны. И цель у которых сходится. Поэтому максимальная продуктивность дает результат. Стратый центр. Нападение на Пака. Дримкоилл потрачен. Сайлен задоджил. Элдор Титан помог акастомпом. И удалось избежать нападения. Только что у нас выскакивали коэффициенты. Я не особо обратил на них внимание. И, насколько я понял, РНГ являются фаворитами. Да, 2.7, по-моему, был на Айджи. Я тоже так одним глазом взглянул. И это очень странно, потому что Айджи уж очень не уверенно пока что играют. И мне лично нравится их исполнение. Я бы залил. Но неплохо. Сейчас Сетсу взорвали. Рэвидж уже не особо-то и нужен был здесь. Флайби его выдал в никуда, по сути. И тоже будет погибать. Здесь Сайленс есть. Его разрывают. Там Ахфу пытается его подсейвить. Неплохо справляется. Фантом Флайби не добьет. Он может убежать. Но Стампид его не отпустят до конца. Айджи за этим тайдом. Он погибает. Мега килл для Эмо. И это 2000 преимущества. Ну там вообще был коэффициент на победителя в серии. В общем, Best of 3. Но на этой карте, по-моему, уже Айджи должны забирать. Вот как показывает Дота Плюс процентов на 77. Или сколько там было? По статистике. 70. 78 уже даже. Но было 75. И, по-моему, буквально после второго открытия этого графика цифра возросла. И она растет. Да, на этом прыгает. 77-78. Это очень приятный сейчас показатель для Айджи. С такими героями они имеют все шансы. Закончить игру минут за 25-30. Если там еще сейчас будут пытаться сопротивляться РНГ. Все-таки у Монета появится линка. Вот-вот. Против Шторма это неплохо работает. Вортекс отражать можно будет. Против Свена тоже приятно доджить. Стан. Ну а так в целом больше нечего отражать. Но мне кажется, что свой главный козер в виде ульта Гримстроука пока еще даже не был разыгран. Я вот все жду момента, когда же это произойдет. Когда будут Штормхаммеры, Дабл Эджи и возможно даже Вортексы от Шторма по двум таргетам. Потому что всего этого пока на самом деле даже не было. В этом не было необходимости. Ловят пока в лучшем случае одного-двух героев и убивают их с легкостью даже без использования. Наверное, там большая часть из своих ультимативных способностей. С одной стороны, очень сильный тимфайт у Royal Never Give Up за счет Dreamcoil, Ravage, туда же R-Splitter от Ахфу. Но настолько плотные герои у IG под Варкраем, под Кримсоном, который скоро уже появится у Кентавра. Если что, он еще и пайп может дофармить. А что у него там вообще, кроме... Кроме... А, у него уже пайп. Да, у него уже пайп. Он Блинк себе не купил. У него уже пайп. И дальше будет Кримсон. То есть, GT сейчас тонну урона будет свою доджить. Кучу эффективного здоровья своей команде выдавать. Ахфу здесь зафармили. Эмо делает отличное убийство. Правда, тут же ловит сальность. Нужно его как-то будет подсейвить. Сейчас Эмо. Есть там Пит. Эмо оказывается в спрутах, но это не проблема. А вот и Святка от Геймстока. И Дудл туда же настреливает. Это минус лон Эм. Также погибает. И Тайтхантер. Как же IG здесь душат на этой карте. У Royal Never Give Up, по-моему, уже не остается шансов. Они слишком слабые. Так, ну 15 минута в этой игре уже прошла, поэтому какого-то инстагг, наверное, не будет. Но еще одна такая осада уже где-то на хайграунде. И вполне возможно Royal Never Give Up не захотят это продолжать. Вот знаешь, меня сейчас прощает мысль, что я бы хотел Фуриона видеть в качестве оффлейнера. И вот он бы как раз стал команде тем источником Кримсона, Пайпа, всего вот этого добра, которое помогло бы в драках и хотя бы уравняло шансы против Кентавра. А тут на стае, у которого, ну скажем так, кроме Худа, я не знаю, есть ли у него готовый Пайп. Я не видел до конца этого мало. Фурион у нас саппорт, у него тоже, скажем так, артефактом браться неоткуда, если они появляются очень медленно. И получается, что в общем три героя, которые, ну, балансируют на грани. Ну как для саппорта, у Фуриона бабки есть. У него 4 500, но все же нужно больше, чтобы быть полезным на этой карте. И да, если бы они свапнулись, сделали троечку Фуриона, я думаю, у него был бы нетворс сейчас повыше. И артефакты какие-то защитные для команды появились бы против Шторма и Свена. То же, что и Кентавр, я думаю, он бы собирал. При этом самое забавное, что не стояли на одном лайне. Такихантер бегает, мешает, пытается Свену, как-то привлекает внимание к себе. Фурион нас мешает своими пеньками, фармит, поднимает деньги. Ну, Фурион вообще не стоял особо на линии. Он там сначала помог Марфу в легкой, потом начал летать в мид, помогать. Потом в оффлейн прилетел. В общем, он такой достаточно активный получился здесь саппорт, пятерка. Поэтому, собственно, у него такой хороший нетворс. Вначале помог, потом пофармил. Вышки посносил уже две штуки. Успели РНГ снести до того момента, пока ИГ не перехватили инициативу. И вот он, Кримсон, для Кентавра. Сейчас два аурных артефакта, и ИГ готовы заходить на хайграунд уже, по-моему. Правда, желательно перед этим снести все внешние вышки и зайти также забрать Аеги с Шторму. Было бы тоже приятно. Ну вот и Бладстон появляется. Самое время продолжать такие вот внезапные нападения, набивать заряды. И 20-ая минута, появляются баунти-руны. Появляются и разбирают их, кажется, два в два, если ничего нет. Слушай, три в одну. Как же мне нравится ИГ с приходом... Нет, два в два. С приходом JT они, ну, прям преобразились. Команда как будто бы получила новое свежее дыхание. И есть шансы у них хорошие попасть уже в финал. Как минимум нашего турнира. Ну и дальше на минор-мажор они не прошли, но квалификации на Интернешнл остаются впереди. Уже после, после эпицентра в Москве. Судя по Тейтхантеру и наличию Баклера после пайпа, Крипсон Гварты он планирует собрать. На него на центре напали. Закрыли его Савинсом. Срабатывает Кринсвелл. Кентавр уже потратил свой стан. И Свен не постеснялся помочь. Белд Римхойл. Римхойл разрывается под стампидом. Ну, такая слабенькая погоня. Душа, душа, душа Тайджи. Можно заходить на Рошана сейчас. Дефать от этого Рошана, конечно же, нечем. Пак может попытаться его украсть, но это, наверное, максимум, на что он может рассчитывать. Айджи и Рошана будут месить, наверное, долго, если не прожать ГТС. Тут Ахфу еще подошел, фейсчекнул. Опять Эмма делает убийство. Это уже 16-й заряд для Бладстоуна. Сегодня штурмспириты, кстати, у нас все высококлассные. Все разгоняются с Бладстоуна. Ну, и в прошлой серии в Азии у нас тоже был крутой Шторм для Неонов. В первой серии, где играла Америка, третья решающая карта, к сожалению, Шторм там не смог исправить ошибки своего прошлого. И проиграли, кстати, решающую карту. Но тут уже намечаются две победы против одного поражения. Так что пойдет. Ну, винрайт этого героя на турнире, по-моему, очень даже неплохой. Вот. Правда, там против антимага он пару раз появлялся, по-моему, там проигрывал он. Но в целом Штормов получается реализовывать круто у ребят. Я помню, что у Девинрайт какой-то вообще нереально крутой. Там 10 игр, по-моему, 8 выиграно из 10, получается. Дайрам Пагов даже была в одной карте. Так, забирает Аегис Шторм Спирит. Ну, тут понятно. Уже даже есть новые заряды в Бладстоуне после убийства парочки. Пары убийств. И Свен закончил БКБ после Сабли. До Даггера также не так много денег остается. Есть еще чем заняться на карте? Есть еще по нижней линии две вышки. Можно сместиться туда. Крипами, кажется, занимается Шторм. Команда должна его инициативу поддержать. Там вот как раз можно будет обосноваться. Еще немного денег заработать. Саппортом немного подсобить. Опять же, лишние варды не помешают прямо где-то возле хайграунда. Здесь руна Инвиза. Нашли Элдор Титана. Два удара Сабли. Что делает этот Свен? Стан, Сайленс от Гримстроука. Ну, Свен делает боль. И я бы задался вопросом больше, что делает Ахфу уже. Который раз он выходит и умирает. Просто на ровном месте. Ну, да, попытки расставить вижен, возможно, какие-то есть. И в целом мапу контролят очень хорошо АйДжи. Не дают возможности вообще никому из саппортов просто перемещаться. Свободно гулять по карте. Сразу же наказывают. Есть у них инициация крутая от Шторма. Дудл тоже на Свене. Очень неместно выглядит Джекира. Который любую инициацию, да, и какое-то сближение в притексе с своими тиммейтами сразу же блокирует Макропира и Спатом. Что тоже на самом деле очень здорово. И за этот заход две этих самых вышки по нижней линии сносят АйДжи. Вышек больше не остается внешних на карте. Есть даже довольно агрессивный вард по верхнему лайну. Контроль полный. Перетянули сейчас Шторма на топ. Он там всю ману потратил. Придется сейчас регениться. Фарм Элиэс. И по верхней линии, наверное, или по миду пойдут АйДжи сейчас. Вижу, Шторм перемещается в сторону центральной линии. Будет ждать баунт. Какой-то поворап сейчас сверху или снизу. Ему приятно было бы получить волшебство условное или двойной урон. Будет не лишним. БКБшку за это время, я думаю, дофармит. Пока до хайграунда они дойдут. И это волшебство сверху. Оуу, приятно. Приятно. Можно идти в атаку. Даже без БКБ сейчас. Шторму... Ну, полторы тысячи дофармить. Подождать или все же пойти вперед. Айегис будет длиться еще долго, минуты три. Шторм. Просто через всю карту полетел. Нападает на этого пятой килом Немо. Здесь еще и Дудл помог. Это очередной заряд Бладстоуна. Еще одно убийство для АйДжи. Безидейно как-то Royal Navigy Vap выглядит на этой карте. Да, что-то очень изи для АйДжи. Такое ощущение, что АйДжи попросту купили этот турнир. Против Ехома они по 15 минут две карты забрали. Я не знаю, что происходит с фаворитами в этой встрече против АйДжи. Как они их так легко переезжают. Это какой-то шок. Но мы-то с тобой знаем, что это неправда. Ну, в плане покупки. Но выглядит так, да. Что Эмма вообще вытворяет? Остановите его кто-нибудь. Это нереально. Сольный концерт от Шторма на ваших экранах. Можете сразу же записывать. Показывать своим, не знаю, знакомым. Это войдет в историю. Ну, надеюсь. Не, на самом деле, мало ли. Тут драка продолжается. Марфа зацепили, закрыли сальцем. Успел нажать. Правда, шифт. Его окружает целая команда врагов. Он все еще перекачивается. Адаптив страйком откидывает от себя Шторма. Играет ультом. Берет Вортекс. Оттягивает от себя Кентавра. Надеется на спасение. Откатывает свои фонды. Все, что Майнформер спасает. Запотел. Красавчик. Все очень круто сделал. Расконтролил Адаптив. Перекачиваем в силу. Вортекс выдал. Все как по нотам. Разыграл и выжил. Здесь, но это все равно не спасает Т3 вышку. И 11 тысяч преимущества уже для команды IG. Сейчас будет доступно. Аеги все еще Шторм Спирита в наличии. 20 зарядов Бладстоуна. И вот он. Блэкинг Бар уже для Эмма тоже появляется. Очень круто. Что там? По поводу Тайдхантера. Я вижу, что у него даггер появился. И выход в Гривзы. Насколько я понимаю, это будет мека. Арканы уже прикупил. Пайп, Гривзы. Ну, подсейв неплохой для Марфа. Подсейв неплохой для Пака. Но снизу подставляется тот самый Пак. Ловит Сайленс. Не среагировал он здесь. Его разорвало. А Пак не играет по классическому билду через Йоу даггер? Насколько я понимаю. Вроде спасает от Сайленса от таких вот моментов. Хотя в любом случае там есть Шторм. Шторм тоже может внезапно напасть, дать Вортекс. Тут еще и Линкаб не принесал. Так он все равно не развеивается же этот самый Фантом Эмберейс. Ну, по идее, в момент... Ну, можно задолжить, да. Тут согласен. Так. Флайби. Ну, у него есть все равно шифт. Так что можно и шифтом спрятаться. Снизу. Муарф. Попытка добить Гримстрока. Хотя бы безуспешная пока что. Достает краской. Игс Вэл в ответочку. Догфайт. И отсюда тп-аут не сделает, но попытка была хорошая. Но все равно как много сил, чтобы забрать всего лишь саппорта. Да, они перетянулись всем составом туда. Еще и потеряли Тейт Хантера перед этим. Сейчас Шрайны заберут ребята из Айджи. А Егис выпал, по-моему, сейчас, да? Я слышал звук? Да, да, очень быстро. Как будто, знаешь, вот и не прошло во все время. То есть, игра уже начинает подкручивать и забирает некоторые бонусы раньше времени. Возможно, у нас уже просто клонит спать, и мы не заметили 5 минут. Может быть. Не, на самом деле игра довольно быстро развивается. Пусть и вот в одну калитку, но действие за действием. Просто как по книге, как по какому-то мануалу. Да, очень грамотно все делает Айджи. Шторм всего лишь дважды подфидел. Свен, по-моему, вообще на этой карте то ли один раз, то ли вообще не умирал. Очень аккуратная игра. Свена, да, одна смерть у Дудла. И дальше Керасу себе планирует делать после БКБшки. Ну вот у Пака появился Аганим. Может быть, идея в том, чтобы дать Dreamcoil, дать Adaptive Strike разорвать Dreamcoil и убить героя сразу? Или хотя бы вывести его из строя? Да, но на самом деле, если будет тот же Свен или Шторм под БКБ, он станок у него не получится, а он разорвать Dreamcoil не будет, а если к нему кто-то будет приближаться, он даст ему отпор. Нет, такой план тоже не работает. Стратегия эта прикольная вроде бы звучит, но для этого должен быть саппорт Мор, потому что ты, когда заходишь в драку, перекачанным полностью в силу, ну, явно ты этого не хочешь. На самом деле, проще на саппортах Форстафа какие-то, понадеяться, заиметь. Ну или так хотя бы, да. Тоже сложно. Очередной смоук от IG, рассчитывают на то, что им удастся поймать героев противника вне хэкграунда. Очень наивное предположение. Ну это похоронный должен быть, потому что у них БКБшки, и драку проигрывать против Тайтхантера они не должны. Он вот палится сейчас, байтит напасть на себя, и это похоже, что увенчается для него смертью. Забайтил, забайтил и отъезжает. Свен закончил начатое, жмет БКБ, сплита, правда, Телдор Титана ничего не дает. Ультимейт Гримстрока также был использован. Два героя в таверне, два Байбека. Вот он, Дримкойл, правда, Сетсу подставляется, умирает паку, пока Байбека не оказывается, ведь он только закончил этот самый аганим. Он никак не спас эту драку. Очередная стана от Свена. Вортекс, вот он, рэвэдж от Эйдхантера. Да, он прыгнул, да, он отлично контр-инициировал. Морф играет ультимейтом Кентавра, дает стад на рассказ, забирает Штарма, снимает стрик, девять сотен монет Стампит, пытается отступать Айджи. Титан гонит, есть дасты, просветили Свена, тут вот так же могут быть хорошие сейчас Айспад, кладет Джекира. Это дает шанс своим корам на отступление, правда, был Эко Стомп от Элдор Титана. Свена, кажется, поймали. Нет, это был не Свен. Свен успел убежать и зацепили здесь всего лишь Гримстрока. Ну, слишком много потратили РНЖ, байбэк Флайби, байбэк Ахфу, забрали всего лишь одного Штарма и Гримстрока. Не думаю, что они довольны, тем более потратив рэвэдж, все кнопки так же использованы, денег они заработали крайне мало за эту драку. Кто там стрик снял Штарма, не помнишь? Морф? Ну, если это убийство для Марфа, тогда окей, тогда это приятно. Да, он там дал рассказ о Зериле и как раз прикончил Штарма, девять сотен монет. Тогда окей, все равно для Марфа драка хорошая, он не погиб, он заработал денег. Но, все равно, преимущество уже неприличное и, я думаю, еще один файт IG могут провести. Правда, смотри, было 95% на победу, уже 90%. Потихонечку-потихонечку Дота Плюс начинает переобуваться и уже верит в камбэк от РНЖ. Ну и, по моим подсчетам, еще восемь подобных драк по 5% каждый и будет шанс примерно 50 на 50. Хорошие подсчеты, да. Поглядим. Уже Рошан имеется следующий, он очень быстро, кажется, появился после основного таймера и это, несомненно, удача для IG. А хотя, кто знает, может быть, РНГ в текущем состоянии попытаются дать отпор. Насколько я понимаю, появлялась БКБ и БКБ, это, кажется, появлялась у Марфа, но это не точно. Ты смотри, что Кентавр себе Тараску планировать делать GT, какой же он плотный. Пробивать его нереально. Последние драки он, по-моему, даже половины хп не потерял, а сейчас так вообще должен жить весь ним файт почти фуловым. Ну, реведжа нет, поэтому Рошана дефать, я так понимаю, РНГ не собираются. А вот IG пока еще не в курсе о том, что он появился, поэтому нужно зайти чекнуть. И туда идет сейчас Оли, да, кидают айтпасс, вот он Рошан, парни, поехали. Равашки нет, можно заходить. Я думаю, сейчас пойдет такой кол. IG. Не спешат, пока что ждут смоук, по идее. Курьер выехал. Или чего, не ждут. Там уже смоки разбили РНГ и готовы проводить еще один хороший файт для себя. В теории, если Шторма вырубить второй раз, у него бейбека сейчас не будет. И без него могут попытаться 4 на 5 РНГ драку выиграть. Так, смотрим. Собрались IG тоже вместе. Снизу уже пак сплит пушит. Показывается на линии, отступает обратно к своей команде. Но IG заходит в Рошпит. Очень долго они думали. И, по-моему, РНГ все еще... Уже, кстати, с реведжем. Но они далеко, они очень далеко. Этот Рошан может упасть. Они даже об этом не в курсе. У них тут вижена элементарно не было. Почти вся карта темная у РНГ. Вот только на своей территории 3 варда. 2 варда на своей. Один во вражеском лесу. Они только что установили после этого... А, еще один в миде. Вот там вот тоже там никого они не заметили. В итоге легкий Рошан для команды IG. Игис плюс сыр для Шторма и Свена, соответственно. Ну, их в этом моменте можно понять. Действительно был смок. Они сами пришлись. Варда ставили. Но варда ставили в том моменте, когда в этой области уже никого не было. И, учитывая, что они проигрывают, естественно, сейчас, они не стали идти в район Рошпита. Не знаю наверняка, где находится их враг. Ну, и Рошан, естественно, был убит. Рошан, у нас кажется, второй с Айгисом и сыром. Айгис у Шторма. А сыр наверняка у Свена. Это странно, что они не законтестили Рошана. Это был очень важный для них момент. Поскольку 2 жизни Шторму убивать почти нечем. То есть, если до этого это был Рейвидж и прокаст Марфа, то сейчас без Рейвиджа... Ну, допустим, они убьют его один раз. А что делать второй? Как его дезейблить? Что в БКБшку ему впиливать, когда он восстановится после Айгиса? Непонятно. Ну и сыр. Пока что Кентавр забрал, как главный инициатор. Будет кушать... 4 600. Именно столько КП, да? Да, это очень много. Это реально много. Ну, по идее, Шторм как будет играть? Он может реализовать Айгис, просто-напросто забайтив на себя и попробовать выбить пару обилок с противника. Хотя, блин, ПАК вот мешает хотя бы тем, что у него есть Сайленс. Это, пожалуй, единственный момент, которым его могут неприятно удивить. Или даже Морф, например, с талантом на возможность превращаться у своих тиммейтов, которые свои формы подъезжают где-то или оказываются рядом с... Ну, блин, опять же, это слишком сложно. Мне кажется, такой Морф... Такой Шторм, точнее, может не только обилки повыбивать с вражеских героев, он еще и их байбеки может повыбивать. То есть залететь, суициднуться, грубо говоря, от какого-то условного ПАКа или там убить хотя бы Фуриона, тоже было бы не лишним. Если у него нет байбека, так вообще идеально. Сейчас можно уже посмотреть как раз-таки показатели по наличию байбеков, потому что нетворцы, в принципе, понятны. И да, один байбек всего лишь у ПАКа. Всех остальных героев убивай не хочу, и они уже не вернутся. Вот это приятно, конечно, для IG. Попроще будет закончить эту игру, если они прямо сейчас нападут. У них все для этого, в принципе, уже имеется. Если Шторм поступит подобным образом, единственный момент, которым его могут неприятно удивить, это грамотная реализация ревейджа после потери Айгиса. То есть по таймингу и убийство повторно без нажатия БКБ. Да, мне кажется, невозможно так дать в тайминг ревейдж, чтобы БКБ не успеть жмакнуть после Айгиса. И этот дримкойл, потраченный на одного кентавра, которого с трудом пробивает, который только половину здоровья потерял. Возможно, придется потратить сыр, но он очень много времени сейчас выигрывает для своей команды. Нажимает стампид, пока отступает Свен здесь. Стан есть, Варкрай нажал, гонит Айдхантера. Просто там никто не помогает, в итоге приходится жать гост, отступать. Как же этот Свен режет? Но он потратил ульт, и это сейчас либо какие-то решительные действия, нападения в ночь. Да, да, конечно, конечно. Можно идти в атаку. Есть Глиев. Но Дудла отгоняют. Все, ГДС сейчас закончится. Есть еще и Этериал проказ. Неплохо залетает от Монета. И Дудла заставляет нуждать БКБ. Правда, и пас классный. Никто в этот пас урона не вносит. Монет превращается в кентавр. Ловит стан. Сверху связка по двум героям. Отлично, минус линка. Нужно пилить какой-нибудь контроль. Сейчас залетает Эмо. Тут же стан и от Свена туда же полетел. Но Монет БКБ его не чувствует. Готов отгонять врагов от хайграунда. И РНЖ за дефоли. Ты смотри. Много денег отдали. Но за дефоли. Все еще и страивает. Все еще есть расплитер. И, видимо, учитывая это, пока не хотят идти дальше. Но они не хотят идти, да. Потому что нет ульта у Свена. И БКБ тоже в откате. Неприятно Свену драться. Без наличия этих способностей. Дагон для Пака. Форсик для Джекира. Появляются у нас. И четыре баунтируны для Инвиктус Гейминг. Ну, два Хекса на подходе. Один у Гримстроука. Другой у Шторма. Вот тоже можно немного подождать. Причем Гримстроука денег очень много. А уровень 18-й. Совсем скоро данная покупка будет осуществлена. Шторму, наверное, чуть побольше времени придется на это потратить. Но он здесь находит Ланэм. Опять Нейчерс Профит. Саппорт. Пойман и обезврежен. Хекс. Гримстроук. Слово также только что приобрел. Не так долго осталось терпеть. Оранжи уже через минутки две. Выпадет Аегис. И шансы появятся у них на победу в тимфайте. Догон. Рэвэйдж. Поймали Свена. Нужно убивать до удла. Очень близок к цели Морф. Хотя не Морф. Пакар Бэй, кажется, забрал фраг себе. Есть связка. Гримстроук. Кому-то приходится сжать в БКБ. Макропира кладется. Поймали Элдор Титана. Шторма вместе с Кентавром. Есть фраг для IG. Свен, кстати, потратил байбэк. Два героя все еще в таверне со стороны противника. Гостает. Хантер хочет убежать. Есть Нексвел. Он сработает. Флайбай одеваться более некуда. Но очень много урона. Минус Тейдхантер. Они все без байбэков, кстати. Что Лон Эм, который сейчас появится. Что Титан с Тайдом. Ну и байбэк Свена вроде бы реализован. Неплохо. Но там Крипскиппит пак. Здорово. И Сетсу немножечко выигрывает время для своей команды. На хайграунд IG пойти не смогут. А Егис уже выпадет буквально через 30 секунд. Можно сказать, что РНГ задефали ценой жизни двух героев сейчас. Хорошим. О, Шторм. Должен убивать Лон Эм. А тут еще и Дудл рядом. Как же много гостов уже напокупали себе РНГ. Неужели уйдет? Да ладно. О, нет. Никуда. Никуда. Дудл не отпустит. Плотный такой достаточно саппорт. Пятерочка получился с талантом на армор. Главное, по артефактам у него там что? Не заметил я. Но долго его били. И сейчас поход прямо на хайграунд. Дезолятор у Кентавра в Кикбайе. Надоело GT. Хочет он побыстрее ломать эти строения. Побыстрее забирать бараки. И игру заканчивать уже. Преимущество все-таки приличное. И нужно справляться. Круто сейвит крипов сейчас, используя пайп. Поймали монета. Линга. Дали ему Сайленс. Он подай спатом. Пакт Римкуэлл он помог. Но есть связка под Римкером. Он отжмет БКБшку. И убивает Шторма. Расплитер сработал. Ой, это уже неприятно. Сбили ТПшку также и Дудлу. Сейчас нужно стампить. Использовать срочно отсюда убегать. Дудл опасно за ним летит. Адаптива. Это минус для монета. Что творит этот морфинг? Неужели это камбэк? Минус вен без байбэка. Эмма тоже в таверне. Но у него байбэк благо есть. Монет ловит кекс. Отдак файта. Скоргус и Аленс. Найдпас вверху. Нужен какой-нибудь демэдж. Но некому его носить. GT спит. Он под эхо с тампом. И тут уже Ланэм вернулся в эту драку. GT отсюда не уйдет. Под ним четыре героя. Должны его взрывать. Сейчас вейформа. Но долго он поживет, конечно, еще. Но это минус для монета. Эту драку выигрывают. Это РНЖ. Они не потеряли даже Т3-вышку. Ой-ой-ой-ой. По-моему, IG начинаются неприятности. Свен и Шторм как-то уж очень плохо в этой драке все сделали. Что здесь пошло не так? Да, наверное, то, что Свен после байбэка пошел на хайграунд и умер. Это первое, что пошло не так. А в остальном, наверное, атаки по одному. Нет четкой цели. И вообще атака на хайграунде без явного вижена – это идея не лучше. Ну, во-первых, первый пошел Шторм. Да, и он отъехал от Дагона. Там его взорвали просто в секунду. А вот Дудл попытался уже спастись на тэп-ауте. Ему его тоже сбили, наказали. Оля тоже погибает. Да ладно, неужели РНЖ еще смогут эту карту забрать? После такого провального мидгейма в лейте они камбэкают. Буквально за один тимфайт РНЖ сейчас отыгрывают тысяч пять или даже восемь. Да, было семнадцать. Восемь тысяч оставаний они отыгрывают. Остается вот еще уже шесть. А преимущество за счет байбэков. Падает, падает. Привес по Нейтворцу. Врывается Джейти неплохо по двум героям. Должен туда падать. Падает пас по троим. Также один ЛНМ бьет строение. И монеты отгоняют отсюда. Где Шторм? Шторм. Пока что стоит на базе. Ждет, в кого же ему ворваться. Не понимает. Он вообще ФК стал. Может поставить паузу. А вот парни, ФК, Шторм стоит. Так, вот наконец-то он влетел. Секунд десять и стоял отдыхал. Ждал, возможно, пока ему накапает. На что? Я не знаю. У него нет байбэка. 300 голды еще не хватает. Связка по двум героям. Неплохо. Туда же Сайленс. Шторм залетает. Хекс двойной пошел. В ВКБшке Аэмо готов здесь драться. Борт их тоже по двоим. Манет живет. Да ладно, как же этот Морфлинг? Спасается. И сторону забрали уже первую. По центральной линии. РНЖ решили отступить. Они отыграли почти все отставание по золоту. И главное сейчас отойти. Ланэмо. Догоняют. Свен. Стан по Флайбе. Реведж защиты. Нужно просто отсюда бежать в рассыпную. И Морф точно уйдет. А вот насчет остальных не уверен. Шторм. Врывается. Здесь уже никого он не находит. И все, кроме Фуриона, отступают. Ну вот это... Даже Тайда вот отпустили или нет? Да он прям привелся. Оу. Как же обидно. А нет, сбили ТП. Слушай. А, что? Это нам просто так показали. Окей, есть минус Файбе. Но байбеки присутствуют. Рошана еще нет. Вот это снесло голову Айджи сейчас. Как же они... Вот это тот самый файт, где получилось перевернуть Эмо. Получил стан от Монеты. Его должны были убивать, этого Морфана. Он успел превратиться в Кентавра. Выдать оглушение, которое по итогу зарешало в этом файте. И мне кажется, может зарешать в игре один микромомент, который сейчас сможет спасти игру для РНГ. Очень круто они все сделали. Но пока попытка выбить байбеки. Ну, мне кажется, с Фуриона точно не выбьют. Ну и Тейт Хантер тоже вроде не спешит выкупаться. Шторм летит на бот. Там нужно отдевать линию. На минут, наверное, 15. Казалось, что это очень простая карта. И что в ней все довольно очевидно. Исход очень близок. Айджи решили закинуть. Бывает. Но тут стоит отметить отличную игру от Монета. Он на Морфе пока что солит для своей команды эту карту. Старается больше всех. И у него получается пока что отыграться. И опять-таки понизить коэффициенты на свою команду. 1.55 опять на РНГ. Да, и 10 тысяч золота на такой минуте уже никакой роли не играет. Вау, вот это график. График имени Морфлинга. Да, около 4 минут назад шанс был в районе 93%. Очень сильно сдали позиции. Давненько я не видел такого камбэка с 7%. Там, по-моему, даже меньше было в какой-то момент. Да, по графикам. Процентов 5 на победу. По статистике им Дота Плюс выдавал. Но это была Тор для Шторма. Окей, приятно. Но там БКБшка у Морфа. У Пака, по идее... Что там появилось в качестве защиты? У Пака БКБ вроде нет. Если я не ошибаюсь. Но у Пака есть байбэк. Он купил себе линку. У него в качестве защиты есть линка. Ну, такое. Линки может не хватить. Вортекс ее снимает. И сверху Бладторном Пака могут накрывать. Лотуса у тиммейтов нет, чтобы его снять. Помочь ему. И вот уже есть Рошан. Третий Рошан с возможным Аганимом или Рефрешером. И тут уже Тайт потирает руки и рассчитывает на, наверное, данную добычу. То есть сейчас что, Драка нас ждет или нет? Слушай, Шторм напал на кого-то. И этим кем-то оказывается Элдор Титан. Пока Глиммер помогает. В итоге БКБ потрачено. Фраг не был совершен. Шторм отступил. Ну и готовы РНГ, кажется, гнаться и драться. Монат в облике Кентавра. Но тут была связка потрачена Гримстроком. Оставили позади Фуриона вместе с Тайтхантером. Морф все еще пытается. В итоге на Стампиде решают отступать. Айжи или нет. Дается стан, сбивается линка Морфу. Под Айспатом. Но побаиваются. Побаиваются Морфа. Какой же рейд-босс этот Морф. Идет первый в форме Кентавра. Вообще ничего не боится. Шторм полетел вперед. Это Ахфу в этот раз. Его все-таки удается убить. Но все герои с байбэками. И тут же его тратит этот байбэк Ахфу. А вот у Оли, который отъехал только что от прокаста Монета, выкупа-то нет. И Монет готов идти дальше. Сейчас залетает вперед. По Догфайту работает. Правда, стан ловит. И один. И второй сверху нужно как-то еще продлить контроль. А есть Сайленс. Реведж, правда, пытается его спасти. Вот Гостомп пытается жить. Стомп есть. Отличный по Дудлу. Он уснул. Там дальше сражение от Лан Эмо. Он отсюда просто делает тэп-аут. Нет, не просто. Ему его сбивают с Альенсом. И это тоже будет минус. Хорошая работа от Эмо. В этой драке он все же не ошибся. Сделал все круто. Но все равно не хватило. Как этот Морф живет? Я просто в шоке. Опять на лоу-хп его спасает. Реведж нереально. Ну, сперва первоклассный Монта Стэл от Додж-Штромхаммера Свена. Естественно, успел нажать shift. Получил урон и уехал на ваеформе. Да, спасение просто рядового Райана. Великолепная игра от Монета. Ну, 10 тысяч вернули себя. И Джей преимущество заставили байбэкнуться одного героя. Пока что это Элтер Титан. И по выкупам у нас 4 на 3 остается ситуация. Вот как вообще возможно проиграть игру со Штормом, у которого 26 заретов в Бладстоуне. Блаторн, БКБ, Кай и Хекс будет совсем скоро. Дримхуэлл. Два героя поймены были. БКБ сразу же жмет Шторм. Морф также БКБ. Пошла у нас такая дуэлька. Причем Эмма удается забрать Монету. Эко-стомпы подцепили Докфайтса. И это казнь с Эрилом от Марфа Гримстроука. Байбэки. Все жмут байбэки. Фурион у команды РНГ и Гримстроук. Как же круто работает этот Дримхуэлл против Шторма. Он не может нажать баллайдинг. Он ничего не может сделать. Он просто стоит и смотрит, как его лупит Морф. И все. После этого погибает. Вынужден байбэкаться. И всего лишь один выкуп остается у команды IG. Это Дудл на Свене. Один байбэк. Причем от Свена. От самого такого неповоротливого героя. Которому нужно, чтобы кто-то дал старт. Ну, либо он сам первый попробует начать. Но ему саппорта какого-то максимум здесь удастся убить. Довольно просто. Шторм наконец-то понял, чего ему здесь не хватало. Это Айн Диск. Но пока он его соберет, игра уже может закончиться. Айн Диск реально спасет. Под Дримхуэллом. Гривзы появляются у Тайда. Ну и все. Преимущество упало. IG. По Нетворсу выравниваются сейчас с командой RNG. И БКБшка для Кентавра. Кстати, вот это вот поприятнее уже. Есть Дримхуэл опять же в Свена. Это единственный герой с байбэком. Тут он на развороте готов драться. Флайбе как же больно. Там Криз залетел на полтора к. Монет здесь. Пока что терпит. Свена убили. Стоп. Что? У него не осталось байбэк. Что он себе купил? Ой-ой-ой. Монет здесь под фармом. Все же Монета удалось забрать. Но у него-то байбэк подлечи от Свена имеется. Он его тут же тратит. Также выкупается и Тайдхантер. Жейти готовы идти дальше. За Ланэмом. За Сетсу. Кого-нибудь цеплять уже не получится. Поймали здесь. Кажется, Докфайтс. И он может потерять свою жизнь. Закрывает его в спрутах. ТП-аут. Сбить. Кажется, нечем Докфайтс. Так просто отсюда улетает. И на базе уже Аганим свой берет. Ну, может, какой-то клонированный морфлинг. А вот это, кстати, поинтереснее уже. Аганим на Гримстроке. Мне кажется, может сильно перевернуть игру. В пользу Ай-Джи. Хотя они и так выигрывают этот тимфайт. Заставляет байбэкнуться Тайда. Байбэкнуться Марфана. Вот заход на Рошана. Сейчас прочекали Ай-Джи. Курьер все это дело совершил и выживает. Даже Курьера не удалось забрать. Нужно как-то дефать. Четыре героя. Все-таки есть возможность. Пошел лайтпасс. Много времени выигрывает. Залетает Джей Ти. Шторм. Пока что Дримкоил есть в одного Джей Ти. Ошибается Сетсу. Нужно было этот Дримкоил тратить в Шторма. И, по-моему, эта драка хорошая для Ай-Джи. Они готовы сейчас драться здесь под Рошпитом. Падает Рошан. Нужно кому-то сейчас забрать. Айгис ворует Джей Ти. Хорош. Минус морф. Без байбэка. Погибает также Илон М. Они оба без выкупа. Флайпи здесь тоже без возможности вернуться. Его также должны забирать. Ай, хороши Ай-Джи. Как же круто они сейчас эту карту забирают. Просто нереально. Как дали надежду, так и отобрали. Ну, это просто жесть какая-то на этой карте происходит. Тут, наверное, только ГГ писать. Я не знаю, сможет ли пак закрискипить несколько лайнов. Хотя крипы очень далеко. И тут только через Бэкдор, наверное, придется тыкать в строение. А на самом деле нет. Пока ГГ, наверное, писать рано. Ну, слушай, 90 секунд без морфа. Я не верю, что они задефают. Я просто в это не верю. Байбэков 0. Один пак. Что он будет делать? Как он это собирается дефать? Крипов нет. И понимаю, Тайжи, что они вдвоем не пробьют этот барак. В итоге улетают. Нужно по какой-то линии провести крипов. Черт, 80 секунд. Неужели они не успеют подойти? Ну, или поймать пака. Ой-ой-ой. Смотри, он опять крипскипит. Есть глиф. Они вынуждены тратить глиф. Сетсу. Есть линька. Хорошо. Сверху. Блодторн. Разрывается дримкойл. Пока что от Дудла. Хекс есть здесь уже от Докфайта. Ну, пока есть байбэк. Не страшно. Он выигрывает время. Все окей. Ну, крипы уже идут по амиду. Он может попробовать за крипскипить, но в итоге потеряет свою жизнь. Он покупает 3-4-4. 50 секунд. 50 секунд осталось. Он может выиграть время. Сейчас есть шансы у РНЖ еще подраться. Если он эту пачку заберет, ее есть возможность засейвить только используя пайп. GT пока что маны маловато имеет. Но пайп, я думаю, должен нажимать, если он еще остался у него. Должен быть. Должен быть, по идее. Да, все. Они подошли. Бакдор отключен. Крипы живут. Нет, пак их забирает. Так 4-3 трона надо было сразу бить. Ай-яй-яй-яй-яй. Сейчас может включиться бакдор. Но они идут на вторую сторону. Так, забирают Т3 вышку. Пак идет дальше. Крипкипить есть глиф. Вышка пока что бакдор не ощущает. Крипов нет. 15 секунд до морфинга. Включается бакдор. И они пробивают его. Окей, хорошо. Забрали Т3 и отступают. Ай-джи игра продолжается. Это еще не конец. Боже мой, без байбеков. Без состав РНЖ. И два выкупа появляются все-таки у Дула. Что он там себе купил в последний момент? Когда он умер, Дейдаус очень опасно было. Если бы Шторм не засолил в этой драке, этот Дейдаус мог бы выйти боком. Но повезло. Повезло. На такой минуте не оставлять себе байбек, это могло стать ключевой ошибкой от Свена. Но благо повезло. Видим нетворцы. И что здесь? Морф. Топ-1 по-прежнему. А индиск наконец-то появляется у Шторма. Теперь, по идее, даже если Дримкоил в него залетит, тот самый неприятный, он должен его пережить. Сколько там? 6 секунд. Вроде бы должен вытерпеть. Ассенция Аганима для Кентавра. Кстати, это тоже будет помогать. Я же понимаю, я так понимаю, мы в последнем патче не переделали Аганим. У Кентавра остаются все те же 40% сопротивления урона. Да, и бегать будут в самых труднодоступных местах. Вот. Это очень круто против Морфа. Опять же, главное успеть эту кнопку нажать. Я думаю, JT здесь зафокусить будет сложно, поэтому он должен это сделать. И спасти Шторм Спирита или же Свена у него получится. Но сейчас есть Боттла. В Боттле есть Аркейн Руна у Шторма. А, самое время... Еще один АН-диск для команды IG. Это Гримстроук. Но он очень важен в драке. Без его Хекса, без его там Солбинда очень трудно представить, как драку можно будет выиграть. Ну, кстати, еще мы ни разу не увидели вот этот вот новый Аганимный скилл от него. Но если он его использует в Морфа, думаю, что эта иллюзия сильно поможет. Там еще, наверное, несколько слоев Линкен Сфер будет находиться. А вот и Хекс, и есть возможность напасть. Есть Солбинд, есть Хекс. Это Шторма убивает Морфа после байпэка. Еще раз Тайд Хайдер Рэвэйдж. Эрсплиттер подоги подоги. Но слишком много отцелов. Но Шторм Хаммер пока помогает Гост. Тем временем Шторм работает. Ах, фу, Элдер Титана не добил одним ударом. Возвращается обратно. Заканчивает начатое, добивая также Тайдера. Как обидно, настолько хорошо РНЖ здесь показали игру. Но все-таки две ошибки от Марфа в конце решили исход этой встречи. Ну, а IG молодцы. Даже несмотря на то, что казалось, что они упустили победу. Вот в какой-то момент они смогли собраться, провести крутые драки на Рошане. Забрали эту первую карту.